На канале РТВ и выпуск международных новостей в информационной студии работает Сергей Киня. Я вас приветствую. Беженцы заслуживают защиты и помощи в переселении, независимо от их религии, национальности или расы. Это выдержка из обращения Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции. Адресат – Администрация президента США. В документе выражается надежда на то, что Вашингтон останется лидером в деле защиты тех, кто вынужден бежать от войны и преследования. Я напомню, что в соответствии с указом, подписанным президентом Дональдом Трампом, Соединенные Штаты приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней. Что касается сирийцев, сроки не определены. Есть приписка до дальнейшего распоряжения. Кроме того, на 90 дней ограничивается въезд в США лиц из ряда стран с преимущественным мусульманским населением. Это Ирак, Иран, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Решение Трампа в Сенате США судили представители Демократической партии. И все же часть сирийских беженцев может рассчитывать на въезд в США. Дональд Трамп заявил, что преследуемые в Сирии христиане в приоритетном порядке получат право на статус беженца в Штатах. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью каналу CBN, Christian Broadcasting Network, христианской вещательной телесети. Да, с ними обращались ужасно. Знаете, если бы вы были христианином в Сирии, для вас было бы невозможно, во всяком случае, очень сложно попасть в Соединенные Штаты. Были бы мусульманином, смогли бы. Причина этой несправедливости в том, что хоть они и отрубали головы всем, но христианам намного больше. Я решил, что это очень и очень несправедливо. Так что мы собираемся им помочь. Продолжаем. Объединенный отряд спецназа французской и иракской армии обнаружил в Масуле склад боеприпасов Исламского государства. В помещении найдены российские ракеты с химическими боеголовками. Об этом сообщает телеканал Sky News. Армейские специалисты полагают, что ракеты с российской маркировкой были доставлены в Ирак из Сирии. Затем силами игиловских химиков они оснащались ядовитыми боеголовками. Большая их часть изначально предназначалась для запуска с реактивных самолетов. Но имеется и одна ракета типа SCAD для наземного запуска. В пусковой установке у террористов кустарные, но ракеты могут преодолеть расстояние в десятки километров. Французские солдаты посоветовали иракским коллегам оцепить и изолировать весь район. В настоящее время ведется работа по обезвреживанию яда химикатов. Информация из Sky News в городе Ирака о плоти Исламского государства действовал целый университет джихада, готовивший специалистов по модификации ракет и взрывных устройств. Ну а в восточном Масуле вместо черного полотнища игил уже развивается иракский флаг. Мы полностью зачистили восточную часть города. Мы водрузили самый большой флаг на самый высокий флагшток. Это символ нашей победы. А еще мы это сделали в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью и не дожил до этого дня. Египетские власти открыли пограничный переход в Рафахе. Впервые с начала 2017-го жителям сектора Газа разрешено пересечь границу. КПП будет работать в течение трех дней. С 2013 года Рафах практически всегда был закрыт для палестинцев. Эта мера стала ответом Каира на систематические нападения исламистов на Синайском полуострове на египетских силовиков. Следует отметить, что недавно в Каире побывала делегация Хамаса. Глава разведки Египта Халид Фаузи пообщался с представителями террористической организации. За переговорами в Каире последовало возвращение в Газу после длительного отсутствия заместителя политбюро Хамаса Исмаила Хании. Скорее всего, именно он возглавит политическое крыло группировки после предстоящих выборов. Нынешний глава политбюро Халид Машаль, проживающий в Катаре, собрался на покой. Покой нам только снится. Это не просто слова, а то, чем руководствуется Израиль, выстраивая свою политику безопасности. В Иерусалиме есть четкое понимание, что война возможна вчера, сегодня, завтра, всегда. Регион взрывоопасный. Мой коллега Евгений Сава побеседовал с министром обороны еврейского государства Авикдором Либерманом. Никто не знает, где следующий раз в условиях Ближнего Востока, такой, как он сегодня, это может вспыхнуть в любой точке, в любом направлении, в любой день. И это далеко зависит не от нас. И поэтому нам нужно быть готовым на любом направлении, как только начнутся военные действия, если кто-то нам навяжет, сразу мобилизовать все силы, всю армию, весь Милуин, всех резервистов и идти до конца. Только таким образом ты можешь создать совершенно новую реальность, когда никто больше даже в помине думать не будет о том, чтобы нас спровоцировать. То есть сегодня вы уже руководите министерством обороны почти 8 месяцев, армия как раз готовится к такому тотальной победе? Это директива, это четкая директива, которую я дал армию, готовиться к любому повороту событий и готовиться на полную мощность. По поводу, опять же, возвращаясь к ситуации вокруг сектора газа, много говорится о системе обнаружения туннелей, называют даже сумму, она может обойтись Израилю в 2 миллиарда долларов или шекель, я не совсем понял. Тугриков. Тугриков, сколько такая система может стоить и вообще нужна ли она, учитывая, что и так мы знаем все, что происходит в секторе газа? Во-первых, нужно понять, сегодняшние реалии, они совершенно перенесли вообще противостояние в другую плоскость. С одной стороны, громадное количество ракет, которые практически могут поразить любую точку внутри государства Израиль, а с другой стороны, туннели. То есть они сегодня пользуются и туннелями, и ракетами повсюду, повсевместно. Посмотрите, кто внимательно следит за тем, что происходит и в Сирии, и в Ираке, и в Ливии, и в Йемене. И нужно понять, что весь Ближний Восток в огне, это не только Израиль, наоборот. Тут мы еще контролируем ситуацию, держим все под контролем, и относительно тут очень благополучное место. Что вы говорите под контролем? Когда мы слышим отчет, например, Института АНСС, в котором говорится, что более 45 тысяч ракет нацелены на Израиль, мы слышим, что Амаз продолжает копать тоннели. Это называется под контролем? Что вы называете контролем? Я под контролем, что люди сегодня сидят в ресторанах, в кафешках, в Тель-Авиве, в Хадере, в Натане, они не боятся ничего. У нас есть нормальный ритм жизни. Люди ходят в школу, люди ходят в музеи, концерты, выступления. Я встречался тут последний месяц, наверное, десятки делегаций со всех стран мира, включая Израиль, и говорят, как у вас тут спокойно, как у вас здорово, как у вас кипит жизнь, культура. Интервью с Авикдором Либерманом полностью смотрите в программе «Израиль за неделю». Бред и фантасмагория. Так, глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление о попытках России повлиять на процесс присуждения Нобелевской премии. Информационная служба Норвежской телерадиокомпании НРКО со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что Москва пыталась предотвратить возможное вручение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко. Вот еще новость. По сообщению норвежской телерадиокомпании НРКО, местная контрразведка расценила встречу российских дипломатов с новым главой Норвежского Нобелевского комитета как попытку российских спецслужб повлиять на него, чтобы не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко. Это бред. Такое впечатление, что натовские контрразведки негласно соревнуются друг с другом, кто хлеще отмочит. Во всех элементах этой новости какая-то фантасмагория. Акция против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви прошла сегодня в Санкт-Петербурге. После новогодних каникул было объявлено, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко решил передать собор в безвозмездное пользование РПЦ. И это решение принято по личной просьбе патриарха Кирилла. Одноименному музею придется переехать в другие здания. Из Санкт-Петербурга репортаж Романа Перла. Самая многочисленная акция в южной части Марсового поля. Через полчаса после начала здесь более трех тысяч человек. У многих на руках синей ленты. Символ небесной линии Петербурга еще в прошлом десятилетии использовался во время демонстрации против строительства небоскреба Охта-Центр. Мы не активисты, имейте в виду. Мы просто живем здесь недалеко. Почему вы решили его сделать? Потому что мы ленинградцы. Нам не все равно. Считаете, что там должен быть именно музей? Да. Почему? Ну, потому что он всегда был музеем и был построен на государственные деньги. Что мы сегодня видим по всей стране? Церкви передаются школы, лечебные заведения. Дети выбрасываются на улицу фактически. Ездят в другие села только потому, что церковь отобрала у них школу. Это вопросы веры? Нет? Нет. Митинг организаторам проводить запретили, поэтому акция проходит в формате встречи с избирателями. Представители сразу нескольких фракций городского парламента общаются с пришедшими людьми здесь, прямо с импровизированной трибуны. Самим фактом, что они пришли и приняли такое живейшее участие в обсуждении, вот сейчас не расходятся. Это доказательство того, что петербуржцы против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, что петербуржцы против закрытия музея. В центр Марсового поля противников передачи Исааки РПЦ не опустили, как оказалось, заявку на использование этого места. Что успели подать активисты национально-освободительного движения, сторонники передачи. Впрочем, на это мероприятие пришли лишь несколько десятков человек. Роман Верл, Марина Дежина, РТВАЙ. И хорошая новость для наших зрителей совсем скоро на телеканале РТВАЙ премьера. Уникальное юмористическое шоу с участием комиков-иммигрантов из Европы, Канады, США и Израиля. Не будем пока раскрывать всех деталей, скажем только одно, будет интересно. По словам израильского комика Ильи Аксельрода, именно в среде иммигрантов больше всего поводов для смеха. Есть что-то объединяющее всех русскоязычных иммигрантов, уехавших из русскоязычных стран. У нас те же проблемы, над нами смеются, над нашими привычками, над нашими праздниками, над едой нашей. Мы можем провести себя смело, дерзко, но при этом бояться таких вещей, как сквозняк или пройтись босиком. Это русских объединяет везде. Израильцянин, например, не понимает, почему русские несят на холодном. Это самое страшное для русских. Почему ковры на стенах периодически. А как мы называем свою еду? Если перевести на английский или на иврит «селедка под шубой», ну просто люди не понимают, как мы это все едим. Почему с картошкой в мундире? Я очень рад тому, что Арти Вяйза заинтересовался таким модным и классным жанром, как стендап. И я уверен, что все получится. Добавлю, что Илья Аксель Рот – единственный резидент комедий-клаб, проживающий за пределами СНГ. Это его первые гастроли в США. Со стендап-программы «Из Израиля с улыбкой» он выступит в Миннеаполисе, Сан-Франциско, Далласе, Лос-Анджелесе, а сегодня в Нью-Йорке. Ну и напоследок с Новым годом. Я сейчас не шучу. Весь мир этой ночью встречал Новый год по лунному календарю. Самые масштабные торжества прошли в Китае. Наконец пришел петух. Согласно восточному календарю, 2017 год красного огненного петуха. По традиции праздновать это событие следует ярко и, самое главное, шумно. Считается, что чем звук опаснее для человеческих барабанных перепонок, тем страшнее становится злым духом. И, следовательно, они в ужасе разлетаются. Не омрачил праздник и густой смог. Из-за него в некоторых провинциях было запрещено использовать пиротехнику. Но обычно законопослушные китайцы запрет проигнорировали. Небо над страной озарилось тысячами огней всех цветов радуги. Ну что ж, это были все темы, о которых мы успели вам рассказать. Оставайтесь на канале RTVI, а я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова